961 все записали все заходим на русский выку 3 играем выку 3 физику и она не скучная она хитрая она ванилла то есть ванильная да ванильная физика в 3 круг стройку это тут там кто-то играет да да тут никита си давай его прогоним давай каким и центром плохие мальчики не делайте так никогда друзья никогда так не поступайте это очень я не знаю он а пока или играет афиганер ну два кутри что мы здесь можно сказать здесь обычный это называется халбит надо включить ну либо холосы либо full бит стрейфим прыгаем под подбор этого невидимости прыгаем дальше сначала я покажу попробуй как и пытался себе дорожку пройти из этих хозяев тоже подберу я знаю а чтобы типа срезать из кучу времени сохранить к сожалению если пытаться так пройти то меня никак не получилось запрыгнуть на финиш то есть если вот вот сюда вроде как можно залезть вот к финишу без ракет вообще никак не получается то есть я пытался и ну отсюда естественно никто не допрыгнешь можно дался залезть вот сюда куда-то наверх прыгнуть вот так вот с прыжка вот отсюда и не шоу не хватает скорости пробовал делать распрыжку через вот с этого краешка то есть он как-то так вот отсюда пробовал так вот распрыгиваться ну и с прыжка естественно пытался на финиш залететь тоже не хочется использовать вот эти вот выступ их я тоже пробовал использовать то есть я пробовал как-то вот вроде бы типа волбажить да не волбажить я на них прыгать вот на на него по-моему на этот и к финишу тоже на как вообще не до 100 прыжка какая покажи ну с этом запрыгни на нее да мне по наклонной по наклонной просто по которой этому скользящую да не нет нет ну спала просто на нее не спала можно на нее запрыгнуть но даже если ты разгоняешься и влетаешь вот с краешка как-нибудь вот сюда но тебе горизонтальной скорости не хватает и куда-то вот сюда влетаешь и все и не долетаешь до финиша никак понятно все равно где я понимаю в общем я много-много пытался разными способами я так и не получилось срезать здесь дорожку поэтому я проходил в аку-3 стандартной дорожкой стандартная дорожка это у нас это у нас а старая на родишко это у нас на подбираем руки-то и идем в портал вы тут 3 из ванилы квейк 3 ванильный квейк мы заходим вот и мы появились здесь а так сказать на балкончике на каком-то с которым мы пытаемся пройти дальше здесь обычный обычный такой перепрыгиваем через балкон около на балкон этим дальше здесь вроде бы мешающийся потолок волбогом вроде этот угол надо попрыгивать здесь или от стенки или как-то ровно прыгаем дальше у нас fly лаймы но к сожалению очень неудобной лестнице в общем просто запрыгиваем берем его и летим назад тут вариантов несколько слоя можно залезть вот сюда наверх ну точно так же то есть долететь до верха попрыгать про стрейфом и к этому к финишу но как бы ракет нет они сомнительно выглядит нет долететь до туда можно и вот до сюда можно но это ничего не дает до финиша до до финиша сомнительное вот то есть можно либо на вот эти вот шпили запрыгивать либо туда в воду прыгать и по воде как то пошли быстрее будет я так понимаю или просто сразу туда есть это получается намного проще и быстрее я чудел убирал fly сразу летела туда наискосок и вот как-то вот падал туда хитро хитро вот раз еще раз я по-моему же или смотришь ну с краешку должен смотря или тут надо как-то я не знаю как мне обратно вылезти может отсюда отлично а я не успею в общем он появляет через какое-то время это хорошо ну да есть возможность потренировать данный tricks разум появился у вас ханегу долетаем берем рокет нас 5 ракет нам нужно добраться туда до финиша это делается тремя путями либо два прыжка рокет я пробовал вот эту штуку использовать чтобы сразу запрыгнуть и как не получается пробовалась прыжков сроки то от пола тоже как-то сильно так оттолкнуться что-то долететь вроде тоже не получается ноги остановился о том что я здесь сделаю ракет один здесь и один здесь одна крыша внести его и широко то есть около 4 ракет и за может быть можно как-то быстрее я в общем такая была дорожка ну может быть можно как-то наперед закинуть непосредственно вот уже на этот мост то есть делаешь 4 ракета очень много времени тратится пока вот так вот на дискосок наверх лечу мне кажется можно побольше по плавнее угол брать как этой штуковине и сэкономить сколько времени мы ну и плюс проблема в том что к сожалению айтемы которые лежат на полу а если они даются на 5 секунд время начала этого отсчета времени начинается отсчитывается от серверного времени то есть если у сервер тайм не знаю 5 секунд 999 и вам дается на на одну секунду вас через буквально шестой секунде сразу закончится флаг ясно если да если у вас 501 то вам вы там две целые секунды сможете пролетать в общем все зависит от северное время когда вы выбираете а это рандом и это в общем такая проблема и фрага больше проблема маппера потому что он не сделал конкретное время по куда сделал нет 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 это на самом деле проблема всех таких айтемов которые даются на короткое время на там две-три секунды на пять секунд это тот же flight а иногда там спит дается на такое время то есть его подбираешь и у тебя он замечал да да иногда это время берется и кончается по разному дают вот ну что посмотрим верно демки кто что нам сможет предложить кто как прошел кто чем удивит я мог очень много прям сколько тут м и 6 и от 16 до maxi пемы и и сидим округу 3 но начнем начнем с риммыча бамбы че-то римыч и говорит нам памбыч традиционно своку 3 мы начинаем минута 04560 у него тайм и целая минута но в принципе если смотреть топ-тайм забегая немножко вперед как все равно глаз падает на верхние демки 47 секунд одна минута это ну достаточно такой мне кажется более менее престижный тайм потому что ну разница не совсем большая то есть нету мне кажется таких затупов прям больших не будет и хотя не знаю я бы советовал попробовать циркл джампа потренировать рима чем потому что на многих а так там что там 1 бета 7b там есть хорошее место на то на некоторых хаосах по моему есть я у них хорошо получались они ну да в принципе тем более для выкупе ладно в цепи если еще можно как-то попробовать эту ситуацию исправить дальнейшем стрейфом то выку 3 р контроля нету и ну владение в принципе как бы серклом основное наверное будет для фрейм джампов всяк ну такого рода ну да как без особых таких но кажется он мог быстрее ну мог безусловно там как бы и стрейф подтянуть допустим можно и с флая также в уку 3 мне кажется можно наискосок да можно было без воды ну скорее всего может может быть не увидел ну прошел в меру возможного я так я надеюсь на это следующий арт мод play неизвестно из какой страны на три секунды быстрее в принципе посмотрим сейчас герзи чем и даже не знаю circle также страдает счета без тела рекорда логанула что-то наверное за это как раз да наверное за это как раз там скил репорта было может быть ну что вами там скейлил демку как-то прям прям очень быстро дернулся не знаю зачем ну да может ну кстати вот проходил по правильной стороне римыч по моему немножко не как он римыч слева побежал до отмотка бежал справа в принципе сделав правильный выбор стороны в пользу сохранения скорости как чтобы дальше через вода вот в принципе мне вот не показали бы допустим что в воздухе можно набирать скорость да я бы 2x интересно я бы и не подумал что можно пока ты летишь кстати дефраг экстена и конфиг экстена я бы не подумал что можно набирать скорость как ты я бы также точно мне кажется в воду использовал ну ладно посмотрим уже более более опытных игроков delgado до 58 5 play и москва дра не взяли вы его на сходку наверно один цену надо было как-то подетальнее наверное раз публиковать свои создавали же да я знаю надо было тем кто снова эту можно сказать сходку активнее быть в принципе быстро сейчас проходил стрейф практически не небо за тупо больших немножко здесь конечно тысяч косячит стрейф но он не со страшно ну относительно все четко также по воде но уже более быстро проходит вот берет руки да в принципе по стандарт хотя я бы еще влепил один рокет крана мосту прыгал ну хотя бы под себя там как-то наш ну назад кинуть его как-то его говорил криворуков кроволок от 82 до на 300 побыстрее чем delgado посмотрим криворуков не так уж криворуков получается или может быть даже я неправильно читаю потом опять в гневные комментарии читать тоже выбрал левую сторону для стрейфа как и римыч не знаю почему выбрали именно почему они выбрали именно левого интересно потом в окутре в принципе все равно тут там сразу притомаживать из зина да мне нет ну тут ты получается тут делаешь губая сергал ты разворачиваешь а по правой стороне как проходил бельгада по моему там сохраняется даже скорость какая-то то есть там можно да 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 то есть все мы быстрее вы за интересно конечно не то чтобы услышать понять умственную деятельность таких случаев там ну почему вот именно да может быть и даже кто-то не задумался об этом возможно не хватает еще опыта в таких вещах как это все равно участие выбора роута все равно ну кстати конец прошел побыстрее чем вот скорее всего в конце и вырулил он под себя стрелял я не знаю сколько это выгодно ну в принципе как-то никто не оказался рокет частью него побыстрее возможно на ней он и вытащил но все равно молодец дальше феос россия нт я забыл нижний тагил или как это я не знаю пошел плей на 2 секунды побыстрее уже будет сейчас про уровень тоже слева не пошел справа молодец церковь правую сторону а это школа жанна жанна в правую делу и лево это проще ну тоже лево это классика вот видишь тут сохраняется а вот он стенка кается и как бы сохранять немножко времени но это дает ощутимый плюс учитывая что или ты серкала начинаешь или у тебя 600 стартовых рану минимум 600 принципе хорошего кисти репорта вообще страйф четкий без быстро нигде не запнулся также использовал воду папа интересно да ну интересный роут интересный вариант в принципе это пока что первый кто прошел нестандартно у него такой же помог арт мод или кого там было но арт мод он все равно сделал плюс один рокет получается то есть он не тот филстон сразу где рокет он оттуда сразу на пол полетел а тот еще джампы по моему делу джампы да не плюс роги джампырш белоруссия но и побрали внутри внутри почти на три секунды побыстрее интересно справа стандартно нормально дорожка нормальный стрейф ну тут еще в ку-3 такая подляна этим и находятся на полу про значит их можно перепрыгнуть поэтому маппер если ты смотришь на всякий случай или рассчитывай спейсинг на все случаи жизни как говорится либо подвешивай и темы чуть-чуть воздухе там буквально может на 16 юнитов и никаких претензий к тебе вообще никогда не будет либо можно этим и давать триггерами да либо триггер вообще безошибочный вариант ну тогда часть дизайна мне кажется как бы можно можно модельку подвесить воздухе давать ее триггерам там ну да либо либо так да ну прошел кстати классно поздравили зашивок поговорили немного не о том но в принципе выполнил все очень хорошо winter 52 и 6 плей однополчанин опять же твой сейчас посмотри ну кстати вот на секунду всего лишь обогнал казалось бы казалось бы много но нет принципе тут мог бы наверное мне кажется он и винтера перегнать если бы немножко вот в кудре приходится при пришлось при тормозить чтобы попасть с пейсингом под б.с. потому что он не берется к этому мапе ручки в принципе ну такое полезное замечание потому что только три игроки насколько я знаю на это очень много матерятся такой хороший стрейф принцип к стрейк тут что говорит стрейк стоит он стрейк есть чем опытнейшем тем лучше его пройдет ну так же через воду скорее всего вот как раз он вырулил вот эту секунду хотят сейчас посмотрим вот сильно ну да и так почему-то ракеты хорошо получились дороги то очень классные и лай если бы он из косак полетел был сэкономил да он бы наверно 51 сделала где-то же побольше побольше сейчас посмотрим эффекта мне кажется он сильно будет отличаться по времени ну да целых 4 секунды плюсом ну давай play 48 секунд почти ровно наш российский землячок который в кудре показывает последнее время очень хорошие результаты и это очень радует и исправит в принципе я также приблизительно стрейфил ну и ты тоже тебя я немного играл поэтому к сожалению как-то да у нас с центром последнее время видимо нету в обоих времени поиграть нормально посидеть вот с крыши просто берет а спрыгивает другим так не делать нужно может быть кто-то думал что крыша там скользкая дипа и на ней нельзя прыгать дорогой 0 до топ-2 в онлайне нам на момент постановления рекорда посмотрим кет 47 4 быстрее на полсекунды play вот как раз таки это скорее всего будет тот момент с флаем когда без участия воды без участия крыши просто ну он стрейфер он скорее всего эту фишку как бы просек я так думаю кстати он хороший стрейф а как он забрал без мне казалось он перелетает а может он может подвесим он просто клюй ты перелетал не вроде да вроде перелетается если там крылья прыгать кошка а то мало ли я тут на маппера на сквернословил а он ведь видоват оказывает как он слушай ну тоже с крыши просто забрался немного повыше да использовал бортик для ракеты и рокет в принципе побыстрее намного быстрее чем у эффекта но я не знаю что здесь можно было еще зарезать ну посмотрим бригады кстати бригад очень похвально чувак молодец это топ-1 в эку-3 россии на варкаде 47.3 слушай ну плюс сотка я не знаю мне кажется он на стрейфе где-то либо а если он взял аэр стрейфом там хорошо посмотрим ну стрейф кстати четкий ты видишь да это да это же ну в принципе классно четко проходит побыстрее чем у эффекта мне кажется нет помедленнее я здесь уже на раке на раке как где-то дальше посмотрим ну вот возможно на самом самом месте ну очень уж мы с тобой его ждем чтобы кто-то его сделал вот таким вот образом как я предполагал да и бригад спиной задом задом как прям вес вставил ой красава лучший бригад лучший давай продолжай в том же духе поздравляем тебя стоп-1 в эку-3 на этой карте и начнем просматривать cpm демки дельгады россия москва 9.0 play да посмотрим что покажет нам cpm ну cpm особо то что тут стрейф 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 вороты все просто вот интересно ближе к топу посмотреть потому что мне кажется какой-то там нереальный тайм для стрейфа вот здесь еще это главная проблема воды кстати когда ты на ней начинаешь прыгать причем не любой воды это по-моему только какой-то определенный я не знаю за чего так насчет этого кстати не знаю но сам встречался с этим многократно это на самом деле смешной как-то говорят и смех и слезы ну в принципе хорошо застрейфил попал на финиш без особых проблем правда вода проклинал наверное эту воду постоянно в конце можно было чуть поправее брать дабл джамп на рампе как-то не было быстрее пройти ну да он еще зацепил вот эту вот наклонную у столбика до столбик да ладно арт мод 38 и 2 быстрее почти на секунду и да я думаю будет почетче стрейф и да вот сразу кстати церковь хорошо ну в принципе технично технически хорошо сделан конечно надо еще тренировать и дожимать чтобы по худу все было но думаю в конце просто не заденет и вот тебе весь плюс ну по сути а ну и здесь конечно же все равно все равно ну блин такая проблема реально и посмотрим на берет поправее и просто залитает уже так дальше porsche беларусь play 35 и 9 быстрее на с половиной с чем-то секунды но две с половиной до возьмем грубо говоря так не будем уж это фрейма считать экстен любил упомянем до фреймов но он любил прям не за мне кажется не какой-то бизик на фрейм а там не они не то что не в обиду ему как прикольно поворачиваем в основном кнопкой вперед да так можно так можно прорачивать но все же менее эффективно в данном старию в общем-то экстен любил там наш 8 фреймов 12 фреймов так считал в принципе побыстрее за финишил хотя еще зацепил финиш и не сразу на него попал но тем не менее плюс 2 с половиной секунды и очень даже хорошо следующий 35 928 хулиган россия play на 2 насколько на 3 я забыл сколько там было там 952 на 2 фрейм нет 3 почему тут путаница 952 было здесь а здесь 928 28 на каком стенку он быстрее пройти если бы развернулся они когда только начинали эту карту играть в онлайне ну да может будет ну мы финиш кстати залетел получше и основной косяк получается у него на старте до капну не то чтобы на старте а до стрейф части финишный как у него получается так дальше до 35 808 мы забывают его зовут криворуков так кривно надо здесь и ему буковки дописывать чтобы не это ты можешь читать криворуковые 35 и 8 да быстрее на 120 а ведь это целых сколько фреймов целых ну кстати вот вот этот поворот который он сделал ой как залетел кио блин слышь хорошо но тот поворот который он сделал форвардом вами там вперед было в принципе очень даже хорошо потому что у него включилась под снабзону он попал то есть он передвинул этим поворотом снабзону и в нее следующим стрейфом попал не знаю осознал ли он это сам ну в принципе ну прошел классно молодец дальше мяки пуза россия 35 и 3 play на 500 побыстрее на полсекунды сколько тут дымок то гораздо да мне интересно что будет финишный дым ну наверно хорошая чекпоинтов не хватало нормальных открытая карта они тут есть да там у меня тайма нету ниже или нету чека или есть телепорт который я где не помню это вроде совсем пеков ну так же без особых проблем хорошо прошел да тележамп к сожалению не получился стрейф прямой вперед потом фокус стрейф а ну может он хотел максимально развить и потом залететь возможно ему это дало плюс по сравнению с прошлыми прохождениями потому что он у него больше скорость по сути получил мне кажется наискосок все же по покорочек как бы ближе лететь короче но возможно там просто пацанам не хватало стрейфа и поэтому ну получалось медленно а он решил видимо что ему так проще видимо было по квадратной траектории заходить и принц у него же 1000 скорость было 9 с 900 он залетел хорошо дальше спорный вопрос эфиоп россия екатеринбург побыстрее на 600 500 600 да около того еще пол сеги разрыв прям ну такие разрывы пошли серьезно рейв кажется медленным был но только ну ладно ворот в принципе руковыми кнопками это неплохо начал пылить на воде что тоже немаловажно лежан получился хорошо он снаб зона пытается попадать мышкой да ну но не в снаб зона в худ это тоже не сразу залетел на фиш это скорее всего проиграл он на этом где-то около сотки я так думаю ну или полтинник даже ну в принципе хорошо прошел хороший лежал немного по стрейфа по тренинг намного быстрее можно ли стоп сразу уже вылетать у пса подожди сейчас у пса минск белоруссия 340 play на 700 быстрее на 700 уже вообще третий по счету разрыв и очень даже колоритный сын со конечно очень большая желает оставлять лучше попал сразу и получился выкрыс или джампа ну получше некоторых и также 602 в принципе все равно да ну кстати задел сейчас сразу да по моему я не заметил возможно на этом еще выиграл но такие моменты лучше добивать как бы просто на будущее если финиш не сразу зацепляется попробуйте еще не знаю точно так же но побыстрее сразу да 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 чтобы полететь на финиш даже если у вас будет небольшой минус все равно в итоге вы можете в конце выбить плюс но просто как вот и технический момент как ну пытайтесь все но старайтесь лучше андре ван 33 4 play видел я комментарий на дфру сайте defrag.ru по поводу его демки там было было написано что неправильно дф версии да там действительно было написано 1 92 0 1 пока что и эту версию не используют потому что она это понимаю не совсем доработано использует 1 91 какую-то не помню 23 или 22 на q3df.org если что все написано интересно ну и хороший тележамп очень хороший тележамп в принципе до этого стрейф был не сказать что прям классный но не сразу попал да очень 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 так хорошо тележампом вырулил вообще всю карту молодец дальше бригант россия вот который был на первом месте в ику-3 к сожалению так я сейчас вылетел и не на там 3 5 6 на седьмом месте всем он ничего страшного мы смотрим уже успехи в ику-3 есть как говорят мне везет cpm повезет в ику-3 play 32 568 быстрее на секунду андре ван смотри уже пятое или шестое да такое прям тут по пол секунды грубо говоря идут друг от друга разрыв это очень такой большой разрыв в скиле очень большой много скорости здесь набрал мне кажется там можно минус жампать получше по стрейфите можно сделать минус жамп может и можно я к сожалению по своим прыжкам мне мало-мало судить были в чекпоинте надо было смотреть не походили в чекпоинте на 622 у нас рашидова жамп до средний финиш как можем видеть все так и делают тут по-другому наверное сделать он луна или полночь луна это мудро нун это ну да полночь получит ну на полночь я думал миднайт полночь или миднайт обозначение полночи на часах ну ладно 3 я не помню как переводится посмотрим в трансляторе мы оба неграмотный центром play на 160 побыстрее the country here написано неизвестно с какой страны братан но я думаю мне дефраку флаг все покажет и все же пользуясь случаями я бы хотел сказать спасибо аяксу за то что он продолжает этим заниматься просто так ни к чему просто демка какая-то странная кажется облагивает что ли может это вес может он склеил нет 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 там есть параметр какой-то который отвечает за за то насколько демка много там не знаю фреймов ну хороший ну ладно нехороший средний теледжамп тем не менее прошел на сто пятьдесят на сто шестьдесят быстрее чем гигант далее у нас идет энди больше к польше или беларуси он насколько знаем родился в живет беларуси шаг 31 3 до 6 стоит или 5 5 место play не забывает свои корни интересно смотрит обзора не знаю но я ему частенько если есть возможность даю какие-то напутствия ну на прохождение ну вот тут по льву можно сделать минус шампинг да очень хорошо хороший теледжамп ну и финиш финиш быстрый финиш очень даже ничего всего 500 в онлайне от топа и это в принципе а вот видимо топ это торнеры будет в онлайне а нет даже нет овчарка наверно там бланка дальше у дмитрий у дмитрий до россии врал быстрее на то он получается просто руки я 31 5 тайм поэтому уже пошли тайны которым стере меня на страйке пацаны просто смотри-ка как залетел очень хорошо попался я в бюрку берешь что неплохой переджал исполнил его кстати и хорошо залетел на финиш дадим мы тебе дадим со временем твой айскрим сам ты бич но в общем-то это шоу мурился один из 160 эффект быстрее на 100 вы ну интересно да онлайн интересно мне кажется вот в чаркинг раз торнером могли бы сделать некий минус шамп на этом виде потому что но я не знаю где он еще с ним сам сам попробуй я просто тоже здесь можно найти место что можно можно в среда живут сейчас он уже режет вырезал нам не он возникает по прыжкам в принципе он хорошо проходил сейчас лежал как-то не не прям супер но ну у 712 он может быть выполнен не очень качественно но скорости ему это дало и закончил с девятистами упсами эффект вообще красава эффект может эффект знает в принципе физику давно уже варится дурнир 2015 30 из 760 второе место play топ-2 карты получается у нас чуть-чуть не хватило до топ-1 буквально там один-два фрейма вроде бы прыжка в принципе все очень хорошо вот угол немножко не перезал не знаю какую-то роль это выложить притормозил при входе в телепорт я не заметил он делал об свою опыли он при выходе из из ямы и как он зацепил ну вроде бы сразу финиш зацепил так что особо наверное много не потерял то ли стиль а когда он упал из лавы он сделал выпрыг на рампе подлетел и там у него буковка горела не если бы он свой лоб то первый раз он не словил а второй раз я не заметил он скорее всего не словил потому что демку бы не приняли потому что это рандом об а рандом могут запрещены хорошо принципе это строго следиться насколько и топ-1 fps овчаркин белоруссия побыстрее на пару фреймов поздравим об чаркину овчаркина вечеркина симу как там еще называешься собакоец вот он резал первый угол режет второй угол внук то есть он поменьше тарикторию заходит вот не притормаживал здесь и как раз это могло сэкономить да ну то где то он видимо возможно в конце он немножко закупил потому что стрельфы него в принципе побыстрее теледжамп не такой быстрый к сожалению но он тоже теледжамп тут очень влияет на тайм но кстати возможно вот как раз из-за теледжампа такой разрыв небольшой то есть он в итоге он прошел финиш лучше старт он сделал лучше но завтыкал на теледжамп из-за чего потерял возможно какую-то долю тайма то есть возможно он мог там и 36 и сделать ну выжить даже быстрее потому что у него а ну да да то есть еще даже 35 в общем-то никогда не предел ты фраги всегда можно улучшать и улучшать главное об этом помнить ну что ж сейчас посмотрим сейчас я переключусь на сцену с браузера вот здесь можно посмотреть скачать все таймы на сайте дефраг ру пользовалась достаточной популярностью понятно на большой спрос 16 демокс пм 10 ку-3 вот сейчас стартовал новый компетишен на карте джейси джан артат от автор джейси это это элбом это не не джей это лошадь и лисер и заружие rocket plasma ну да в общем посмотрите кому как понравится присылайте демки будем рады если рады посмотреть что-то оригинальненькое это как с это рубрика удиви обзорщиков все еще в моде все еще актуально так что давайте пацаны будем ждать новых демок спасибо всем пока всем пока всем удачи